А что об этом подумают другие? Какая точка, которую надо преодолеть? Иногда мне кажется, что из всей школьной программы они запомнили только одну букву. Это буква Ю. Приветствую, дорогой друг! Сегодня мы рассмотрим такую тему, как страх перед чужим мнением, либо же зависимость от чужого мнения. Когда у тебя возникает в голове какая-то цель, либо же творческая задумка, то перед тем, как ее воплотить, закрадываются мысли. А как? А что об этом подумают другие? Либо же, как они на это посмотрят? И эти сторонние мысли, на самом деле, очень стопорят и тормозят процесс. Ну, за примерами далеко ходить не будем, раз у меня канал о рэпе, раз я сам делаю такую музыку. Возьмем батл рэп и раунд Сина и Рики Эфа. Раунд Рики про рак. Ты читал строки, у меня опухоль в голове, и что ты мне скажешь на это? Ммм, что бы сказать, а у меня ее нету? Бля, ведь у тебя реально опухоль, ебать ты лох. Каждый день встаешь и такой, ура, я пока не сдох. Если бы он задумывался, а как на это посмотрят другие, стоит ли делать не такой жесткий раунд, то, возможно, мы бы не увидели один из самых эстроумных и веселых раундов в русском сегменте батл рэпа. То есть, в какой-то момент просто возникает точка, которую надо преодолеть и перешагнуть, отбросить вообще все мысли, о том, что об этом подумают другие. Но если я тебя не убедил, то позволь мне не открыть для тебя Америку, просто повторить то, что ты и так, наверное, сам прекрасно знаешь. По большому счету, всем людям плевать, что происходит вокруг. Иногда мне кажется, что из всей школьной программы, они запомнили только одну букву. Это буква Ю. Похуй Ю. Абсолютно. И если ты меня понял правильно, то в голову могли прокраситься мысли, типа, но если всем и так пофиг на то, чем я занимаюсь, то стоит ли мне что-то вообще делать? Я тут предлагаю посмотреть на эту ситуацию не как пессимист, а как оптимист. То есть, это челлендж для тебя, это вызов. Ты попробуй сделать, создать что-нибудь реально такое, что привлечет к тебе внимание и что заставит других говорить о тебе. Ну, допустим, на днях я дописал такой панч. Я работаю на заводе по производству заводов. Я выбрался из депрессухи, а ты даже не выбрался из френдзоны. Хрень? Ну да, кто-то скажет, что это хрень, но мне она нравится, и я ее все-таки вставлю в какую-нибудь песню. Я желаю и тебе реализовывать все свои какие-то творческие задумки. Надеюсь, я тебе очень помог этим видосом и смотивировал. Если это так, то да, и об этом знать в комментариях. Для меня это важно. С вами был я, Игзайт. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok